ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И за рум работает промокод FREDGITARIST И дает весьма неплохую скидку Поэтому смело его используйте И, как говорится, по-гитарному всяким оборудованием обогащайтесь Ну и сегодня мы без долгих вступлений, без лишних слов Будем разбираться, умеет ли играть на гитаре Валерий Гаина Поехали! Ну что ж, первый видос идеально подходит для нашей цели Это урок касательно техники легата, хаммера и пуллов И напомню, что урок идеально подходит для умеет ли Потому что в таких ситуациях гитарист именно учит То есть он не просто что-то там тренкает, брякает А он именно показывает, как правильно То есть он, получается, берет на себя ответственность Что он знает именно, как правильно Есть, допустим, гитаристы, которые играют плохо Но они честно признаются Я как-то там ковыряю, не знаю И как бы не могу ничего учить Вот как получается А есть гитаристы, которые ведут именно уроки То есть они, получается, знают, как было бы неправильно Но новичкам объясняют, как будет правильно Давайте смотреть Гитарист, естественно, трезв Разыгран и готов делиться знаниями и многолетним опытом Поехали! Вот если, к примеру, играете Вот я сыграл сейчас Так, сейчас, секунду, я даже не понял Знаете, бывает, в видео я показываю Бывают фрагменты, как играть неправильно Как играть правильно Может, мы случайно нарвались на момент, где он показывает, как играть неправильно Потому что было бы странно для гитариста Которого многие называют виртуозом Сыграть вот так вот, легато Вот я сыграл сейчас легато Я сыграл только первую ноту А, видимо, это все-таки по-серьезски То есть, смотрите, господа Во-первых, звукоизлечение Стартовая нота правой рукой Она была просто Просто выковырена Дальше хаммеры были разной громкости И на мизинце еще Прозвучала баре То есть, когда у человека слабая техника Когда она не развита Мизинец работает Всегда плашмя И вот так вот Штопает по нескольким струнам сразу К тому же, прижимает он не там, где нужно То есть, я уже много раз объяснял в уроках Опять же, то есть, я не могу Каждый раз, каждый нюанс Разжевывать заново, да? И все это было объяснено Мы прижимаем всегда Стараемся левой рукой максимально правее То есть, фактически, упираясь в этот забор Потому что, прижимая слева, получается Зудыч Потому что этот аппендикс, который здесь остается Он начинает бить палладу и дает зуд Когда гитарист к такому почтенному гитарному возрасту Этого не знает Ну, опять же, это повод задуматься Посмотрим Там он с роком Видите, да? То есть, этот удар То есть, это просто выколупывание У некого датчика и совершенно в другую сторону Ну, посмотрим дальше Второй палец сыграл hammer on И удача С небольшим, кстати, перережимом То есть Видите, на старте нота Провалилась ту овлады и завысила То есть, пальцы работают неправильно Он прилагает усилия Там, где его не нужно прилагать Дальше Безымянный Во-первых, тоже получается нестрой Слышно, что нота уехала Во-вторых, безымянный звучит по громкости тише То есть, у любого новичка, я думаю Что не нужно объяснять Что безымянный работает хуже Но, когда гитарист играет столько лет И остается эта проблема Это, опять же, еще один повод задуматься, господа Так, мизинец шлепнул кварточку И здесь он потерялся Потому что он, видимо, понял Что он мизинцем никуда не попал И начал хаотично пытаться ошибку исправить Но, когда техники в руках нет, начинается Он начал долбать непонятно куда И при этом стали еще другие струны сочиться Видите, получается, реально Гитара стала человеком издеваться То есть, когда гитарист с гитарой на вы То она может ему очень серьезно отомстить За такое отношение Смотрите То есть, он долбит Там происходят какие-то диссонансы Он не понимает, откуда это все фонит То есть, и это урок, господа Ну, что ж, с хаммерами не сложилось Совсем все плохо Посмотрим пул-оффы Здесь у нас что? Движение Это пул-офф Это пул-офф То есть, сейчас будет мастерский пул-офф Посмотрим Вот и все В принципе Вот и все Серьезно? Можете сыграть вот это Четыре пальца Вот если новичок посмотрит такую вещь И реально, как будто это вот Во-первых, он не сделал, по сути, ни одного пул-оффа Пул-офф это совершенно другая вещь Пул-офф это именно аккуратное сипывание То есть, это совершенно другая техника Он не сделал ни одного пул-оффа Он сделал обратные хаммеры И очень вялые, кривые С диким вот этим вот маховиком Да, то есть Нацеплял лишних струн Указательный палец улетел просто в космос Да, господа Да, печалька Пользуясь случаем, хотел бы также напомнить вам, уважаемые подписчики Что в магазине PedalZoo работает специальный промокод На скидку 10% наушники электрогармоникс Так что, раз уж мы любим слушать разногитарное зарубалово Давайте, пожалуйста, слушать наушниках от гитарного бренда Ну что ж, с техникой легата у него, очевидно, вообще не сложилось Даже с самыми базовыми вещами За столько лет не смог подружиться Это, конечно, печально Но всякое бывает Давайте сейчас его проверять на тему рифов Погнали Да, господа То есть, видите, здесь, получается, в руке работает все, что можно Но только не то, что нужно То есть, здесь там и локтевые суставы И плечевые И какие-то лопаточные доли Все это звучит так вот На каких-то таких вот шарнирах Такой дэнс Возможно, для начинающих каких-то, которые вообще в гитаре не в теме Это покажется, типа, классно Человек, типа, кайфует на грубе и так далее Но по факту, вы же сами, я думаю, все слышите и видите Что здесь, получается, по звуку просто лишь какая-то возня абсолютная И в плане звукоизлечения Ну, как бы, здесь вообще его просто нету И по ритму здесь 0%, грубо, 0 Смотрите Но, опять же, это неудивительно С такими движениями, с такими подстановками Вместо То есть такие штуки, я думаю, понимаете Ему даже близко пока не светит Ну, посмотрим дальше, что там еще происходит Ну-ка Ну, понятно, да? То есть всякие флажки бывают у всех, как бы, пролетают И у Сатриали в том числе Поэтому здесь мы особо упарываться не будем Посмотрим дальше Да, ритм, опять же, это не его сильный конек То есть это Как он пишется в барабан, я не представляю Такая должна быть нарезка просто по одной ноте А-а-а! То есть в двух квинтах просто Это еще так постараться надо наскрипеть в двух квинтах То есть помимо того, что он не рассинхронный, то есть он не смог. То есть даже близко у него это все не клеится. То есть в двух квинтах реально просто, к сожалению, обшуршался. Давайте посмотрим еще разочек, это место. И видите, рука, вот это такое движение. Это тоже сразу показывает начинающий гитариста, который не знает, как правильно смещать позиции. А начинается... И вкупе вот с этим всем получается, да, такой вот, можно сказать, ульфинджус. Но опять же, в плане гитары, к сожалению, это не звучит от слова совсем. Что еще интересного здесь есть? Давайте посмотрим. Понятно. То есть получается, ну опять же, строй другой, наверное, но... Ведь в левой руке стандартные индюки, то есть не умеет пока человек глушить в правой руке. Мистер Хэммит. То есть как обычно все отковырится в другую сторону. И нет даже азов. Это все, опять же, так вот. С таким видом, как будто новичка, и должны подумать, что типа, вау, круто, просто отодрал все, весь звук от гитары. Да. Что еще интересно? Ну, какой-то мастер-класс. Понятно, начало уже многообещающее, слэш-стайл. То есть понятно, что у всех бывает, да, там может проскочить какой-то шорох, возня, ну, бывает, да. Но, тем не менее, как бы это обычная тенденция, да, то есть фактически все видосы, которые мы с ними откроем, всегда будет начало... Однако почему-то там у Гилбортов и других будет что-то по-другому. Ну, то есть человек, допустим, взял гитару, да, то есть сыграл... И все, отыграл, и тихонечко исчез. Не так, что там обфонился, обскрипелся, а нормально люди делают по-другому. То есть раз, вступил, тихонечко партию отыграл, и потом закрыл. С этим спорить бесполезно, потому что, опять же, любой новичок будет всегда вот так делать. Поэтому, когда скажешь, типа, вот, эта стерильная игра неинтересна, нет, неинтересна новичковая игра. А стерильная игра как раз ценится и интересна. И в стерильную игру всегда встроена слэш-вость, да, то есть всегда можешь сделать и... А наоборот того, кто гитару взял так, попросите его, возьми чистый, он не сможет. В этом-то весь и прикол. Ну, давайте я сыграю какой-нибудь кусок, и, в принципе, в чем выражается вот... Сила звука, что ли, или... О-о-о, это неплохой задел, сила звука. Или само извлечение, или... Извлечение, интересно. Рождение звука для меня. Ну, вот это было типично хлеб. То есть все обскрипелось, обофонилось. Дальше. Вибратор. То есть типично завышенное, когда, опять же, силы пальцев в правильном направлении не хватает применить, и звучит все, что угодно, трясется, но только не струна. Дальше. Да, видите, фажарлет начался более-менее, потому что здесь особо трудностей нет, да, с рычагом повибрировать. Но, наконец, у него пожух. То есть тоже, получается, опять же, тенденция. Видите, да, то есть звукоизвлечение? Вот этот. То есть опять рука работает вот по этой оси, как будто мы какие-то двери открываем. То есть дверь открывается, когда играется, допустим, вибратор, да, там на гитаре, какие-то бенды. Здесь, конечно, работает, да, вот это движение. А в правой руке нет. Такое может сработать только, если мы играем... Какой-то чес аккордовый, да, там может быть вот такое вот движение. Все, что касается рубки, да, там... Видите, это работает совершенно другая составляющая. Дальше. Вибратор, да, видите, опять же, все как бы... Вот такое получается. Ух! Что там было? Видите, все споткнулось. То есть медиатор просто как реально пьяный дед бежал такой, и прям все. Ноги попереломал, то есть все максимально колченогом. Что там? Вибратор, да. То есть там, получается, человек и вжимает, и пережим, как помните, с самого начала была с легато, да, то есть... И туда его между ладов запихивает. И сюда все, что угодно, но это не вибратор. Это просто холодец, желе, но это не вибратор. Видите, тоже, да. То есть, видимо, пытался сыграть что-то типа... Вот видите, нормально, да, ребра? Вот видите, нормально, да, ребра? Да, вот это вот. Вот эти, да, гид. То есть, видите, обстройки дико зажеваны, рука поставлена правильно. Короче, господа, к сожалению, шляпа. Вот ничего не могу поделать. Говорили виртуоз, но что-то, ну, как бы совсем не виртуоз. То есть, это, конечно, покрепче, чем слэш и хэммит. То есть, это такой лоу-мид уровень, да, то есть, но... Часто спрашивают, типа, сколько времени такое может достигнуть, типа, там, два месяца, три месяца. Нет, здесь немножко больше. То есть, ученик, который занимается более-менее прилежно, в принципе, за год это все дело, как бы, вынесет. Супер такой упорный ученик может, в принципе, вынести месяцев за восемь. И, как бы, играет заметно круче, то есть, и ровнее, и четче, и так далее. Поэтому здесь какого-то сильного навыка нет ни одного. Опять же, помните, мы обсуждали, да, чтобы человек, когда, там, плохой штрих, мощная легата, убойная мощь штриха, там, но вибрато, жёбаная, ещё что-нибудь такое. Но здесь, к сожалению, по традиции плохо всё. Я ничего не могу поделать. Мне хотелось бы даже сказать, типа, что хорошо, там, но я не могу. То есть, ну, это реально, это очень плохо. Виртуозности здесь даже близко никакой нету. И, к сожалению, все навыки, они находятся на крайне низком уровне. То есть, это, ну, некоторые моменты прям потешные, некоторые просто плохие. То есть, совсем прям дико выражачи, типа, там, Слэша Хэммита особо нет. Ну, как бы, это всё несерьёзно. Поэтому о какой-то виртуозности говорить не приходится. Поэтому вердикт, конечно, играть на гитаре он нормально не умеет. То есть, он как-то умеет. То есть, это вообще, как бы, большинство вообще не умеет никак. А здесь как-то может, но это всё, ну, как бы, неслушабельное. Типа, не айс, господа. Ну вот, на сегодня всё. В общем, как обычно, здесь была только правда об игре на гитаре. Поэтому ставьте лайкосы, пишите комментарии четырёх слов, подписывайтесь на канал. И, в общем, активно используйте промокод фредгитарист. Педалзу, стрункиру и зарум. Не забывайте. Всем спасибо и пока. Итак, вы музыкант. Или стараетесь им стать. Существует много действительно нужных мелочей, которые пригодятся любому, кто связан с музыкой. В этом огромном мире звуков важно контролировать каждый этап. От идеи до финального результата. Для записи вашей заготовки вам понадобится более универсальный язык, нежели таблатур. Объясняется это тем, что в миксе будет не только гитара. Базовые знания теории пригодятся на всех этапах, но здесь особенно. Любую идею придётся как-то развивать. Тут-то в игру и вступает гармония, построение аккордов, их движения, а самое главное — понимание того, что делать дальше. Всё уже просчитано до нас. Хороший материал — это очень хорошо. Хороший материал в хорошей аранжировке — ещё лучше. Вся фактура вашего произведения напрямую зависит от множества факторов, с которыми можно и нужно уметь работать. В каждом учебном заведении существуют отдельные преподаватели отдельной дисциплины. И каждая дисциплина важна, если есть задача подготовить действительно хорошего специалиста. Итак, вы музыкант. Или стараетесь им стать. У нас есть для этого практически всё. Гитарный, теоретический и бас-гитарный курсы занятий. В очном или заочном формате. И вся необходимая часть по аранжировке и композиции. Информация в описании. Субтитры сделал DimaTorzok